Эмилия Васильевна, и там вот как раз когда они вместе едят, то он говорит по поводу того, что завтра устроят пикник, чтобы они лучше с ним познакомились. Ничего конкретно не обсуждается, что будет, и вдруг на следующий день, это воскресенье, они... Аня, вот смотри, да, тут тоже немножко как-то в датах путаемся, тогда у нас получается, если мы знаем, что она ехала с дачей в воскресенье, то вполне возможно, что он не в понедельник прискакал, а дал возможность женщине три дня о нем подумать. Может быть, может быть. У нас как снег на голову там, предположим, свалился в четверг, да, потому что когда он к ним прибегает в субботу или воскресенье, они как бы немножко забывшие. Они забывшие, они забыли, потому что они не договорились. Во всех случаях в фильме не было никакой договоренности, он сказал, что завтра будет там что-то, но ничего конкретно не договорились. Вот он звонит, дочь открывает дверь, дочь спит, мама спит, и он их поднимает и говорит, так, едем быстро, и, Емеля Васильевна, как вам эта ситуация, что человек вроде определенной договоренности не было никогда, никуда, и он их срывает с постели, причем делает такую очень хитрую штучку. Он не в квартире, их остается ждать, потому что если бы он остался в квартире ждать, то вполне возможно, что обе женщины сказали бы, нет, мы не поедем. Он говорит им, что я вас жду внизу. Машина, машина. И спускается, да, и спускается. И вот как вы считаете, что, например, такая ситуация, как это было? Аня, я вот хочу, во-первых, немножко вернуться к предыдущему эпизоду, и что мне понравилось, вот смотрите, Саша не постеснялась у мужчины, согласно его поведению, она не на ровном месте, а согласно его поведению, поинтересовалась. А вы что, и жениться хотите на мане? То есть она из тех шагов, которые он делает, а какие он шаги делает? Он сокращает дистанцию. Он начинает себя вести, как очень близкий человек, да, и тогда спрашивает, если мужчина вырывается в твои границы, она спрашивает, так что, вы и жениться хотите? Он говорит, ну да, отлично. Вот мне, например, это нравится, а то я очень удивляюсь, знаете, когда у нас сейчас все правильно, месяц выдержали, потом в постели оказались, и до сих пор не могут понять, а куда мы идем, в какую сторону мы идем? Мы тут или сексом будем по расписанию, как мужчина расписание составит, да, я буду с ним сексом заниматься, или это что-то серьезное у нас получится. То есть, смотрите, у современных людей нету картинки, какие действия делает мужчина, который хочет позвать тебя замуж. У Саши есть это понимание. И у мамы Саши тоже есть это понимание. То есть, они явно видят в действиях Гоши серьезные намерения. И Гоша, извините, тоже не с Луны свалился. Он тоже прекрасно понимает, что он своими действиями дает такие серьезные предпосылки. И если там, например, во времена наших бабушек, да, типа по улице с девушкой прошелся, женились, то здесь тоже. Если мужчина вот так врывается, делает заявку на то, что стыковывать это время, что у них будут договоренности, какие-то обязательства друг перед другом, он тоже делает заявку. Поэтому, значит, что Катя, она как бы присматривается. Он как бы делает шаги с серьезной заявкой. Ну, наверное, жизнь так, в общем, Катю-то била. И по фильму мы можем понимать, что у нее отношения со всякими женатиками были. А женатики любят лапсу на уши лешить. И смотрите, Ирина, а что здесь происходит? Это серьезно? То есть, вот шаги там делает? И шаги говорят о том, что вроде бы человек с серьезными намерениями. Но это на самом деле шаги или это игра? Вот. И, соответственно, когда человек говорит, так, все, планируется, следующие выходные, мы там то-то, то-то, да, из-за того, что у нее нету до конца стопроцентной уверенности, что это серьезно, с его стороны, не клоунада, да? Поэтому раз, выветрилась. Но он приехал и еще раз подкрепил. И, получается, вот еще раз он подкрепил свою заявку. Я думаю, вот с этого момента Катерина начала влюбляться. То есть, она поняла. Смотрите, у Кати, получается, вот она так спокойно, спокойно в себе. Она все время наблюдает, да, как мужчина, что делает, что делает. В конце концов, я думаю, почему он вот эту активность такую включал. Мне кажется, он прочел, что ему нужно пробить эту стену. Другими способами, вот какими-то там ухаживаниями, медленными, еще какими-то там завуалированными танцами, шманцами непонятными. Он говорит, Катю не пробил. Не пробил, она же руководитель, три тысячи рабочих у нее на заводе, да? Эмелия Васильевна, и... Я не думаю, что ситуация только с заводом. Я не думаю, что она то ли с заводом и с домом. Она связана с жизнью, которую Катя прожила. Первый момент, она обошлась о Родиона. Дальше, в следующий момент. Она была девушка с прицепом. С маленьким ребенком, но еще без должности, да? Соответственно, попользовались девушкой. Тут, опять же, если мы, например, начинаем думать, что она делала, тут нам показали этого, который Табаков играл роль, да? Это такой любовник, мы понимаем, такой уровень чиновничий. То есть, с кем приходилось девушке общаться, и на какую роль девушку все время приглашали. И вполне возможно, что Катя уже приняла, что у нее вот эта вот роль девушки с прицепом, и которую могут женатики только для утех приглашать. Она смирилась с этим. Делает серьезную заявку. Но он для себя решил. То есть, я так думаю, что мы должны сделать выводы, что у Колу Буша такой хороший психолог. Психолог, в каком плане хороший психолог? Он может увидеть и понять. Ну, смотри, если мы с тобой все-таки размышляем на тему того, что когда люди друг друга ищут, то по ценностям эти люди совпадают. Вот тогда у них что-то получится, да? И я предполагаю, точно так же, как я давала этот анализ, если я смотрела на ГОСУ в электричке, ну, вот тот образ, который создал Баталов. Я видела, что это мой человек, что я с ним по ценностям буду совпадать. У него есть уверенность. Я знаю, когда у мужчины есть уверенность. Когда у него есть профессия, серьезная, за которую уважают, и которая ему дает хорошие деньги. И мы потом об этом узнаем. Извините, Гоша не из свесарь, неизвестно где, хотя, опять же, свесари неплохо получали. Но ту должность, которую он занимает в НИИ, она, мы с тобой знаем, сколько там государство платило и сколько доплачивали сами кандидаты и доктора. То есть деньги там были очень приличные у Гоши. И при этом я не видела... Знаете, когда мужик с деньгами, такой мещанин. Я не видела мещанина. Я вот сразу обозначила, что есть какой-то диссидентский налет. Такой вот, что у человека есть свое мнение. Своё мнение будет отстаивать. И из-за этого мнения он иногда может в материальном плане что-то терять. То есть для него деньги не главное. Он и умеет их заработать. Понимаете, друзья мои, я не говорю о том, что деньги тьфу. Я считаю, что это... Ну, это не я, да, это сказано. Деньги – это аплодисменты общества. Деньги показывают, насколько мы обществу нужны. Ну, правда, есть такие профессии, которые не очень высоко ценят. Например, хороший учитель, как всегда возвращаюсь, да, в сельской школе. Но тем не менее. Даже в сельской школе учитель на уровне села все равно будет жить достойно. Может быть, он не будет там жить, как нефтяной легах, но в принципе, ему будут уважать. Мы это оцениваем. И Аня, смотри, если мы вернемся к этой ситуации, где Гошу показывают, как он живет в комнате, в коммуналке. Я, например, могу сказать, что я понимаю, скорее, что не солнце. И с минимума ушу. И вот мы видим там эту комнатенку, которую обсуждают, да, типа комната алкаша. Это комната алкаша. Это комната человека, который приходит только переночевать. Это человек, который немножко ранен. Там очень много книг. Там очень много книг у него. И на полу, и на полках. Не только бутылки стояли.